Московский губернтский театр представил курским зрителям спектакль «Вишнёвый сад», который создал актёр и художественный руководитель театра Сергей Безруков. Он по-новому расставил акценты в классической постановке и заново открыл Чехова. Куряне стали первыми, кому посчастливилось увидеть спектакль на гастролях. На премьере побывала и Карина Мацких. На сцене расцветает, увядает и полностью исчезает Вишнёвый сад. Натуралистичные декорации погружают зрителя в происходящие события. Самую знаменитую пьесу Чехова, которую за век ставили сотни раз, впервые играют в такой обстановке. В принципе, в Вишнёвом саду Вишнёвый сад никто никогда не играл. Мы репетировали в усадьбе Станиславского, в настоящем Вишнёвом саду. Туда, куда приезжал Чехов к Станиславскому, возможно, задумал Вишнёвый сад. Актёры разбирали каждую деталь пьесы и читали письма Чехова, адресованные Станиславскому. Благодаря этому узнали многое о жизни российского общества того времени и конкретно о героях произведения. Все говорят про имение Раневской, но никто не очень понимает, какое у неё имение. Почему так она борется за него, не хочет продавать. Имение Раневской – 1100 гектар. 1100 гектар. Это как, я не знаю, сколько Курск. Но, мне кажется, это не видно горизонта. Если приедут дачники, то это будет 15 тысяч человек. Не 10 и не 20 дач. Это огромное количество людей. Вишнёвый сад – это образ безнадёжной любви Лопахина-Краневской, которую главному герою необходимо выкорчевать из своего сердца, чтобы жить дальше. И в то же время сад символизирует искоренение беспомощного дворянства, не желающего бороться за своё счастье. У каждого из нас есть свой вишнёвый сад. Нельзя ничего, наверное, воспринимать в жизни за должное, потому что в любую секунду это могут отнять. И неважно, какое это время – 20-й век, 21-й век, 19-й век. Что-то самое ценное в своей жизни очень часто мы воспринимаем за должное, а потом, к сожалению, это теряем. Глубокие постановки молодого театра успели оценить зрители по всей России. В залах всегда аншлаг. Курск не стал исключением. Действительно, для нас это великое событие. Посмотреть такой спектакль в интересной интерпретации. Есть ещё одна особенность. Часть спектакля идёт с тифлокомментированием, описанием происходящего на сцене для незрячих зрителей, чтобы сделать искусство доступным каждому. Карина Мацких, Юрий Рязанцев, Вести, Курск.